И пришёл твой папа с какой-то подружкой, которая была через час уже посажена на такси и ехала домой. Как-то мои дети не оракеляны, что ли? Твой папа был царём отношений. Пришёл минутная искра, вот она всё решила, и мы уже... Сразу же прям. Уже вообще неугомонный человек был. Мамашка, папашка, успокойтесь, всё нормально, просто такой ребёнок. Хотела соврать, не буду. Ты вот так вот носом об этот подоконник. Я не люблю татуировку. Счастье в том для меня, когда вы все рядом со мной. Мамочка, папочка, спасибо вам большое, что мы переехали в Москву. Ей вообще наплевать, как будет сложно, не сложно. Есть риск, не риск. Ты везде просто прёшь. Прикинь, вот я сейчас познакомилась с своим будущим мужем. Ну что, друзья, я вас приветствую. Меня зовут Карина Аракелян, и я сегодня снимаю самое долгожданное видео, наверное, на моём канале. И я пригласила свою маму, Анну Аракелян. Мамочка. Привет, дорогие друзья. В общем-то, сегодня мы снимаем очень интересное видео, я так думаю, потому что поднимем просто все темы, которые мы и обсуждали, и не обсуждали в интернете. Я хочу сегодня откровенно поговорить со своей мамой. Разделила этот ролик на 8 таких как бы тем, и в каждой теме будет около 5-10 вопросов. Хочется сегодня поговорить обо всём, потому что, ну, некоторые вопросы, даже, наверное, все вопросы, мне так интересно, как на них ответит моя мама. И я расскажу очень много из своей жизни. Возможно, сегодня поднимутся какие-то интересные темы, и мы будем смотреть на какие-то ситуации совершенно по-другому. Мама, вообще, расскажи о своих ощущениях. Вы знаете, Карина уже несколько раз говорила мне о том, что хочет сняться. Точнее, даже не несколько раз, а несколько месяцев она мне говорила о том, что хочет пригласить меня в эту студию и позадавать мне вопросы, поговорить откровенно и раскрыть какие-то темы. Но хочу сказать сразу, что я человек очень скрытный, поэтому не думаю, что отвечу на все вопросы, которые мне будет задавать Карина, но буду стараться. В общем, мы обещаем вам быть сегодня максимально честными, открытыми и говорить, правда, как мама с дочкой, обо всём, о жизни, о том, что сейчас происходит вообще и между нами, и у меня в жизни, и у мамы, конечно же, в жизни. Да, мама действительно во многих моментах отличается от моего характера, и я хочу, чтобы вы сегодня, ну, поняли, какая мама, какая я, и действительно, какая часть всё-таки перепала мне от отца. И, кстати, у мамы и у папы в один день день рождения, и они реально дополняют друг друга. Вот, поэтому, возможно, в чём-то я взяла какое-то спокойствие и женственность от мамы, а что-то я взяла от своего папы, это какая-то напористость, такое доминирование и прочее-прочее. Мы хотим пожелать вам приятного просмотра, и не забывайте, естественно, ставить лайки, если вам понравится мой К-подкаст, я хочу назвать его как К-подкаст, типа Карина Аракелян подкаст, то обязательно напишите об этом ниже в комментариях, и я буду снимать ещё подкасты, возможно, приглашу кого-то ещё из своей семьи, из своих друзей. Папу. Папу было бы, кстати, очень интересно. Вот, так что присаживайтесь поудобнее, я думаю, что этот ролик будет не короткий, а достаточно длинный и насыщенный. И что, мы можем начинать? Ну что, мам, давай вообще обсудим твоё детство, обсудим, где ты родилась, как ты росла вообще, с чего у тебя всё началось, может быть, у тебя есть какие-то моменты, которыми ты хочешь поделиться из своего детства, и вообще самое счастливое воспоминание из твоего детства есть, вот о котором ты помнишь, и которое ты можешь подчеркнуть для себя и вообще для аудитории. И, Карин, очень сразу много вопросов, в одном вопросе много вопросов. Родилась я, как и ты, в городе Челябинске. Это такой промышленный город-миллионник, где очень много заводов, ГОК недавно построили, то есть такая экология, скажем так, не совсем благоприятствующая проживанию в комфорте в этом городе, о чём я позже расскажу, почему мы оттуда уехали. Вот, ну, в принципе, детство, как у всех детей, рождённых в СССР, тогда, когда я родилась, это был 1977 год, всё нормально протекало, как у всех советских детей. Родителей, хотела сказать. Хотела сказать, да, немножко забегая вперёд. Вот, ну, счастливая, можно сказать, конечно, счастливая, если не считать тот факт, что родители работали на заводе, зарплаты были маленькие. Мама тоже, получается, работала на заводе? Мама, да. Мама работала на заводе управления, она управляла заводом, а папа работал в цехах посменно. Вот, был такой неприятный, как бы, эпизод в моей жизни, который даже, можно сказать, не эпизод, а долгое время, когда папа пристрастился к алкоголю и, скажем так, не смог избавиться от этой привычки. И дальше работать на заводе не смог тоже, я так думаю, да? Ну, да, ну, нет, он много проработал, конечно, много лет. Эта привычка на него очень плохо повлияла, как и, в принципе, на всю нашу семью, и на всё наше благополучие, и на моё детство, и на детство моего брата, и на мамину судьбу. Много он бил, и уволили его с работы, и вот, скажем так, вот такое вот наше детство. Из-за того, что он бил на работе или просто... Да, конечно, из-за того, что пил. И вот моё всё детство, это воспоминание о том, как мы радовались тому, что папа трезвый, и как мы грустили от того, что папа... Выпил. Да, и вот, как бы, большая часть моего детства была таким, как бы, спасением. Ты хочешь сказать, что счастливые моменты это то, что ты радовалась? Счастливые моменты были у меня с бабушкой. Я жила... Ну как, я не жила, я когда приезжала к своей бабушке, я просто наслаждалась тем, что мы куда-то всё время ездили, путешествовали разным озёрам, базам, за грибами, за ягодами. То есть в этом плане я была счастливый ребёнок, и брат мой тоже застал... У нас разница на 8 лет, брат мой тоже застал где-то вот, ну, моменты вот такие вот радости, но... То есть мама с папой развелись в определённый момент, этому тоже поспособствовали уже, наверное, мы, как взрослые дети с братом, когда мы подросли уже, мы решили, что, ну, нельзя уже продолжать, потому что мама очень сильно мучится, а папа уже просто дошёл до такой стадии, что разрушил сам себя, разрушил всё, что у него есть, всё вокруг, и мы приняли решение, что нужно их разъединить. Угу. Разъединить так, что ты просто, получается, увезла маму, да, куда-то... Ну, это уже я перешла в более осознанное взрослое состояние, о котором я расскажу попозже. Давай-давай. Вот, а сейчас из детства, ну, в принципе, всё было хорошо. Может, знакомства какие-то были, прогулки с друзьями, или наоборот бабушки? Ну, это естественно. Ну, как? Естественно, гуляли, но всё было, в принципе, ну, как школьная жизнь, школа, друзья, это всё как у обычных детей, естественно, это всё было. Но вот эти вот эпизоды, они всё равно возвращают меня вот в моё детство, как бы, в грустные его части. Вот, ну, положительных, конечно, моментов тоже было очень много. Ну, в общем, просто, да, какие-то там посиделки с бабушкой, с дедушкой, и вообще всякие такие гулянки, грибочки. Вообще, вот, если честно, я всегда, смотря на, ну, жизнь моих родителей, я всегда ставила какие-то цели. То есть, может быть, вот это вот тяжёлые периоды в нашей семье, они меня закаляли. Я родителям куплю квартиру, я куплю машину, как и, в принципе, вы тоже мне всегда об этом говорили. Вот, мамочка с папочкой, мы вам купим. И Поля всё время мне говорит, мама, я куплю тебе БМВ. Сейчас вот деньги первые заработаю, я куплю тебе БМВ. Вот, и я тогда тоже думала, что я сделаю для своих родителей всё, они не будут ни в чём нуждаться, у них будет всё. Ну, как, в принципе, папа, конечно, не дожил до этого состояния, очень в раннем возрасте он ушёл. Ну, когда я родилась, получается, да, он ушёл? Ну, да. Плюс-минус в это время. Да, ну, ты его уже не видела. Да, я понимаю. Потому что там было не на что уже, как бы, смотреть, грубо говоря. Так, а как, получается, два месяца мне было или сколько месяц? А я, Карина, честно говоря, не помню. Это надо сейчас поднимать все эти даты, годы. Я к этому не подготовилась, честно говоря. Ну, ты была очень маленькая, совсем маленькая. Интересно. А он как-то реагировал? Он, может быть, говорил, типа, что, ой, у меня там родилась внучка? Нет, уже было по барабану, да? Уже я думаю, что не стоит, знаешь, даже продолжать эту тему. Ну, вот было и было. Всё, человек решил, что... Вот такой путь у него. Да, у него такой путь. Ну, вот, слава богу, что мы на это всё посмотрели и вот решили, что будет иначе. Да, естественно. Вот эта жизнь, как бы, да, она показала, что ребятушки осторожно. Да, да. Двигайтесь в противоположном направлении. А интересовалась ли ты у своих родителей, может быть, у мамы отдельно, насчёт своего имени? Может быть, ты бы хотела, чтобы тебя звали по-другому? Или как тебе? Мне кажется, знаешь, я нет, честно говоря, не интересовалась, но... Какие-то варианты были? Как звали мою бабушку, опять же. А, нифига. Бабушку звали мою Аня. И я похожа больше на неё, чем на маму или на папу. Ну, папины какие-то черты у меня есть. Вот, но на маму я вообще не похожа. И вот я очень похожа на бабушку. То есть именно Ане, не было никаких других вариантов? Слушай, я не знаю, не спрашивала про варианты. Мне, я очень люблю своё имя. И мне даже не интересно, кем вы меня там хотели назвать. Слава богу, что я Аня. А я, наоборот, ребят, спрашивала, помню, у мамы. Мама, как бы вы хотели меня назвать? То есть наверняка были какие-то ещё варианты. И мама мне сказала, по-моему, была Даша ещё, да? Мы думали, да, про Дарью, про Карину и про Марину. Марина. Вот, но когда родилась вот эта вот девушка с карими глазами, ты родилась ещё, знаешь... Сразу с карими? Да. Бывай, джи рождаются там сейчас. Серо-карие были глаза, потом серость ушла. Ну, знаешь, как плёночка у тебя была в глазах. И ты родилась сразу с чёрным волосом. И у тебя даже на спине такой был чёрный пушок. Реально? Боже, это реально. Карина прям родилась. Настоящая Карина. Какая там Кария, никакая Даша. Не Марина, не... Нет. И всё, и Карина сразу же у нас. Хотя потом у тебя весь чёрный волос поменялся на блонд. Ты стала такая светленькая девочка. Нифига. И со светлой девочкой ты опять потом, вот уже к подростковому периоду ты стала снова тёмной. Ну, а потом ты стала уже краситься. И ты стала теперь у нас чёрненькой. Да, да, да. Но всё равно, ребят, у меня светло-русый цвет волос. Нет, я бы сказала, даже тёмно-русый. Но он был светло-русый в детстве. И у Польки тоже. И вы были очень похожи и по цвету волос, и, ну, как сёстры. Ну, да, да. Очень были похожи. А потом уже... А потом... Не знаю, как это так получилось. Вы сейчас абсолютно разные. Да. И похоже, может быть, единственное, вот цветом глаз только и, не знаю, улыбкой. И то, что у нас широкие глаза сами по себе. Вот это у нас, я думаю, семейные. У тебя широкие глаза, бывает же разная форма, но как бы с разной формой рождаются. Не знаю, я вот смотрю на вас, вы вот абсолютно разные. Просто противоположность. Полька больше на папу похожа, а ты смешанная. Да, немножко и тебя, и папу. Ну, я так считаю, потому что вы, в принципе, родились 7 декабря, и папа, и ты. Но я 14-го мам, 7 плюс 7, 14. То есть я взяла, понимаешь, 50% от тебя и 50% от папы. Мне даже в нумерологии об этом говорили. То есть как бы у меня соблюдать баланс везде. У меня в картах Таро даже умеренность в Таро нумерологии. И это говорит о том, что нужно всегда балансировать между одной энергией и другой. Ты очень взяла много энергии мужской. Ты взяла вот этот вот папин темперамент, вспыльчивость. Иногда даже такую сумасшедшую вспыльчивость. Но так же ты быстро отходишь. Просто за секунду ты можешь вспыхнуть, за секунду изменить свое настроение. Тут же там о чем-то другом, как будто ничего и не было. Ну да, есть такое. Вот и у папы твоего тоже такая черта. Да, вот в этом мы очень похожи. Но все-таки вернемся к твоему детству. Может быть, у тебя была какая-то мечта. Кем ты хотела стать? Потому что я, например, мечтала стать феей. Нет, феей я изначально не хотела быть. Зачем мне быть феей? Я прекрасно понимала, что чтобы... Причем в самом маленьком возрасте своем я уже понимала, что нужно работать. Потому что вот эти советские все семьи, все работали у нас, не было. Потому что кто-то там лежал на диване, отдыхал. Папа работал, мама работала. Бабушка, дедушка, все всегда что-то делали. Все всегда были заняты. И я прекрасно понимала, что нужно что-то будет делать. И я всегда думала, что бы я хотела. Ты знаешь, вот просто... Какой-то, наверное, очень банально я хотела быть бизнесменом. Хотя тогда еще не было даже тем, мне кажется, бизнеса. Все работали на каких-то заводах, предприятиях, в каких-то организациях. Я уже хотела что-то почему-то свое. И я вот с этим шла, шла, шла. И знаешь, я помню, наверное, в возрасте 9-10 лет я уже начала мечтать о своей машине. И уже в 18 лет я купила себе машину. Да, да, да. Потому что это прям первое, что я хотела, но смогла. Вот просто ставишь цели и идешь к ней, вот как у тебя. Ты тоже это умеешь. Вот ты взяла все-таки тоже эту... Опористость. Да. Ты ставишь цель, но правда ты хочешь, чтобы она сию секунду у тебя прям случилась. Вот, это как раз про баланс. А семерка, знаешь, это что? Это колесница. Это энергия прорыва, это только вперед. Это и есть мечта купить машину. Ты еще в утробе пыталась прорваться. То есть ты уже старалась быстрее родиться и уже быстрее начать все. Пиналась сильно. Ой. У меня, кстати, беременность протекала великолепно. Все, даже в больнице не лежало, как вот у меня подружки бывают. Ну, есть одна подружка, которая на сохранении практически всю беременность пролежала. Ну, не жига себе. 9 месяцев прям почти. Ну, полсрока точно. Полсрока. Вот, а ты, ну, а с тобой как бы все было замечательно. Единственное, было неправильное прилежание. То есть ты как легла головой вверх. А, головой вверх. Да, обычно же головой вниз. Головой вниз, да. Да, и вот всю меня пинала. Пинала еще беременность. И вот такая вот ты и выросла. А в принципе, ну вот в детстве понимала ли ты, что у тебя родятся две девочки? Мечтала ли ты о детях вообще? Слушай, нет. В детстве я про детей вообще не думала. Я думала о муже. Думала о муже. Но уже, наверное, после подросткового возраста я начала задумываться о том, сколько у меня будет детей. И ты знаешь, да, наверное, это как и все будущие родители хотят обязательно, чтобы в семье был и мальчик, и девочка. То есть я однозначно думала, что, ну, не меньше двух детей у меня будет, но я не хотела троих. Не хотела. И так и получилось. Да, да, да. И скажу честно, что уже с папой, когда мы задумывались о детях, мы изначально хотели все-таки мальчика. Не знаю почему. Ну, просто захотели и захотели. Чего, молодые родители. Думаю, сначала мальчика родим. Артема, да? Да. Да. Это будет просто старший брат, а потом девочку. Ну, в три месяца нам уже сказали, что это девочка. Мы вообще вот сто процентов, мы обрадовались просто, очень сильно мы обрадовались. Мы на тебя смотрели, в этот монитор, какую-то горошину делали вид, что мы понимаем, да, что это ты, хотя я ничего не понимала. Как-то мне там водили, по монитору показывали, что вот она. Я думаю, да, красавица какая. А знаешь еще какой интересный момент? Давай. Ты когда родилась, это забегай вперед. Ты такая, знаешь, родилась сморщенная вся такая, вот еще на спине такие волоски темненькие, на голове темные волосы. И мы принесли тебя домой, и у нас близкие друзья были. Вот Гена красавица. Да, помню, помню. Он пришел, посмотрел на тебя, и потом уже там лет через 10 он нам рассказывает, говорит, ребята, я когда увидел вашу дочь, я думаю, бедный ребенок, как ей будет тяжело в жизни, ведь она такая страшная. Вообще нормально. И вот он на дне рождения в 10 лет признался, когда у тебя был день рождения, вот он признался, что уже ни хера подобного. Прикольно. Вот такая была история. Так, ну а если мы уже говорим, да, о том, что, как вы там меня ждали с папой, как вы там, в принципе, проводили время за монитором вместе, давай вернемся к тому, и вообще в целом поговорим о том, как вы познакомились. Как у вас прошло знакомство, и понимала ли ты, что это все-таки будет твой будущий муж? Ты знаешь, да. Чувствовала сразу. Ну, смотри, вообще, ты знаешь о том, что у нас и у папы, и у меня был первый брак. Да. Вот, и все отношения и с его стороны, и с моей сошли на нет. Мы уже готовились к разводам, я, по-моему, уже даже была в разводе. Вот, и моя подружка познакомила меня с твоим папой. Они заканчивали учебу в институте, праздновали, то ли окончание сессии, по-моему, они отмечали. Вот, ну, был период такой, когда было окончание сессии, она говорит, мы вот сегодня хотим это отметить, пойдем с нами, я говорю, ну, как-то неудобно, у вас же своя там компания. Она говорит, да, ты чего там, все, кто может с супругой прийти или с супругом, уже, потому что взрослые были люди, мне уже на тот момент было 21, когда мы с папой познакомимся, а ему 20, получается, если мне один, то ему 4, 24. Вот. Я говорю, ну, ладно, пойдем, а делать нечего. День свободный. Блин, мне тоже сейчас 21. Прикинь, вот, я бы сейчас познакомилась со своим будущим мужем. Мне бы очень хотелось, конечно. Ну, я вообще тоже со вторым познакомилась. Ну, я хочу. Так, и, ну, я пришла в гости к Иринке, и пришел твой папа с какой-то подружкой, которая была через час уже посажена на такси и ехала домой, потому что вот все, просто искра, вот, минутная искра, вот она все решила, и мы уже сразу же прям. А как это, вот, ты где-то сидела в этот момент, или как-то повернулись? Да, у нас, вот они, взгляды, и все, и вот он ко мне, он там с этой подружкой, у него, ну, какие-то просто такие временные отношения, видимо, были, знаешь? Да, да, да. Вот, вот, и сразу же мы переключились друг на друга, вот, я тебе говорю мгновенно. И через три дня папа твой уже повел меня знакомиться с родителями. Да, да, да. Вот, я пришла к его родителям, меня приняли сразу же как свою, знаешь, как будто мы уже давным-давно с твоим папой вместе. Ну, конечно, узная Марину, это да. Да, вот, поэтому, ну, вот, все как-то вот, единственное, мы не торопились отношения делать законными, потому что, ну, как бы, все были, он был в браке, я была в браке, в процессе наших отношений папа развелся, ну, я стала свободной. И, знаешь, вот мы пробыли вместе несколько лет, и... А сколько? Года три, четыре, пять? Года три, да, и я забеременела тобой, а мы до сих пор не зарегистрировали отношения свои, и даже об этом не думали, честно говоря. Не планировали? Мы вообще жить стали вместе через неделю уже после знакомства, и вот все это время мы были, даже не задумывались об этом, честно говоря, и узаконили мы наши отношения только когда я была на девятом месяце беременности. Ой, прикольно. Да, я с большим животом. Прямо перед рождением, да. Пришла в ЗАГС, да, нас расписали, и мы посидели очень скромненькой компанией, только в кругу близких друзей, даже без родственников. То есть это было вот просто, давай распишемся, или все-таки он тебе сделал предложение? Не, ну, конечно, он сделал предложение. Ты знаешь, ну, не знаю, кто кому, честно говоря, сделал предложение, но заключительной точкой, как бы, было, конечно, его предложение. Ну, конечно. Он сказал, что тебе придется потом усыновлением заниматься, там, или что-то, когда родится ребенок, родится, потому что ребенок с фамилией мамы, и все, и он испугался, как-то мои дети не оракеляны, что ли, и все, побежали быстренько в ЗАГС с большим животом. Вот. Все-таки самый романтичный поступок, который делал папа, это и есть, вот, например, как он сразу до свидания, вот эта вот девушка повел знакомиться. Да, папа вообще очень романтический человек. Во всем, да? Ну, он, ты знаешь, почему вот у нас так все быстро закрутилось? Потому что у меня же, ну, в силу возраста уже 21 год был, да, когда мы с ним познакомились, уже были отношения, и муж был первый, да, и твой, папа просто на их фоне был царем отношений, знаешь, он очень красиво ухаживал, всегда и дверь открыть, и там, ну, это вот не просто, знаешь, как бы разовая акция, это у него и до сих пор это все, он даже вам говорит, когда вы ломитесь вперед у него в машину, он говорит, когда с вами рядом мужчина, он открывает дверь, вот, и в нем это всегда было, а когда я забеременела, он меня просто всегда держал за ручку, там, не дай бог, я куда-то оступлюсь, споткнусь, там, не знаю, и, знаешь, и по ночам выполнял все мои прихоти. Ну, почему говорю по ночам, потому что днем-то и так он все делал для меня, из-за меня, а, ну, если я что-то ночью захотела, вообще, молча встает, одевается и пошел. Получается, а что ты хотела, там, что-то покушать, да, там, мороженое, и так далее. У беременных же вот так, что-то хочется все время слопать. Нифига. Да. Прикольно. И, знаешь, первый раз он жарил картошку, я захотела... Я что-то сейчас о картошке прям подумала, прикольно. Прикинь, я захотела, это был, наверное, месяц третий, у меня не было сильного токсикоза, но были вот такие моменты, иногда, когда сильно что-то захочется, и вот я захотела картошку сильно жареную, но мне было что-то не очень хорошо, я лежала, и он пошел жарить картошку, а раньше сковородки были такие, знаешь... Которые все прилипают, да? С тефлоновым покрытием, такие не очень качественные, ну, у нас вот, тем более, мы, когда начинали жить, мы были не очень состоятельные люди, вот. И, ну, была обычная сковородка, там, с каким-то тефлоном покрытием, и он пошел жарить вот эту вот картошку, и когда он мне ее принес, я смотрю на нее, а на ней какие-то черненькие такие, по всей картошке прям такие черные штучки. Я говорю, это что такое? И знаешь, а он не обратил внимания, что я что-то спросила, я думаю, надо, наверное, встать, пойти посмотреть, что там вообще в сковородке-то творится. И я прихожу, он просто пожарил ее так, что просто всю сковородку содрал. Можно выкинуть, да? Да, так и еду эту есть нельзя. А, я, правда, не помню, что я сделала, но, мне кажется, мы не ели, конечно, это же отрава. Ну, да, 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 понятно. Я не помню, а может, мы съели? Может, ты съела, мне кажется. И поэтому ты такая стала темперальным, наверное. Наверняка, да стопудово. Он мне, мам, я когда Полину ждала еще с беременностью, он только картошку жарил, мне кажется, он бы научился уже как-то. Ну, я вот не помню, господи, а если я съела вот этот тефлон? Не, ну, я не помню. Ну, не вряд ли. Ты думаешь, что не съела? Так, теперь мне очень хочется спросить вообще, как ты узнала, мама, моей беременности? Вот я понимаю, что, да, это было незапланированно, ты уже сказала, но хочется больше узнать, может быть, это сказалось как-то на самочувствии, может быть, ты вообще на второй, на третьей неделе узнала, там, может, на каком-то месяце. Мы с папой летали в отпуск, тогда это был Египет для нас. Это наша, наверное, первая была поездка. Мы за два года совместной жизни, так скажем, путешествовали только по России и вот решили с ним слетать за границу. Это была, по-моему, даже папина первая за границу, знаешь, потому что там были у него то армия, то не армия, то там какие-то всякие другие дела, и он даже не был за границей. Вот, и мы улетели с ним в Египет, такие дураки взяли путевку в июле, это была сильнейшая жара, мы еще с ним поехали на пирамиды, там было плюс 90, там просто зажарились, пирамиды вообще нам нафиг были не нужны, извиняюсь за выражение. Вот, и поскорее хотелось просто вернуться обратно в отель и кайфовать там у моря, вот. Вот, и вот наше такое вот как бы романтическое было с ним путешествие, где, я так думаю, что ты и зачлась, зачлась. В Египте, прикольно. Да, да, потому что после Египта я приехала, и мне стало очень плохо, где-то вот после недели, наверное, ну или через две недели, я почувствовала, что мне плохо. У меня слабость, знаешь, такая иногда какие-то боли. В животе? В животе, да. Да, и был такой момент, когда мне даже пришлось вызвать скорую помощь, потому что было сильно больно, я думала, что я что-то не то съела, или может быть я отравилась, потому что состояние же тоже нехорошее, я думала, что я, наверное, отравилась. То есть не было вот этой вот, как говорят, рвоты бесконечной? Это у меня никогда не было. Реально? Вообще, такого токсикоза у меня не было. Ни фига. У меня единственная вот, была вот просто такая слабость, и именно вот с тобой только первая беременность, она вот так вот мне показала, что она есть. И вот приехали врачи, очень долго со мной возились, и сказали, что, ну, знаете, наверное, надо вот провериться вот на такой момент беременности, может быть, все-таки я говорю, да нет, может быть, мы не планировали еще, ну, как бы мы об этом думали, мы даже еще не в браке. Вот, а я смотрю сразу на папу твою, он такой весь, знаешь, а вдруг, знаешь, уже весь такой продовался от папы заранее. Вот, и все, я побежала быстренько, то ли тест я купила, то ли что-то, и все, и подтвердилось. Сразу показала, да? Да, и несколько дней я просто сидела на ножпе, потому что это, оказывается, были какие-то спазмы, ну, вот, потому что организм не готов был. То есть тебе было, а тебе было страшно вообще? Нет. Нет? А почему было страшно? Ты сразу такая, ну, и ладно, да? Да, конечно. Почему? То есть не было страха беременности, там, или страха, а как, а что, а что делать, там, а по бюджету? Нет, с этим было все хорошо, я на то время уже сама зарабатывала, у меня был свой бизнес, и у папы, ну, как, не такие какие-то большие деньги, но, слава богу, я смогла сама купить себе и квартиру, и машину, и мы с папой познакомились уже, когда я была обеспеченной девушкой, так скажем. Угу. Весь этот период, пока ты совсем была лялечкой, ты все время орала, орала, пеналась, плохо спала. Ну, естественно, мы беспокоились, там, водили тебя по врачам, ну, как бы говорили, что, мамашка, папашка, успокойтесь, все нормально, просто вот такой ребенок. Ты все время требовала внимания, мы, то есть не могли, знаешь, отдыхать, там, иногда ночью, там, я постоянно подрывалась, папа уже просто понимает, что я устала, знаешь, он говорит, ты спи, я буду, там, например, за ней смотреть, но я не могу, как я буду спать, когда ты, там, например, у меня сердце материнское. Да, 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 да. Вот, но в итоге я все равно сама и все это делала. А первое слово? Расскажи про это. Наверное, это было самое запоминающееся, нет? Первое слово, естественно. Да. Не как у всех детей, вот, вот, отгадайте, какое может быть слово у человека первое, у такого человека, который очень много требует, требует самого рождения. Давайте, знаете, как поступим, ребят? Я спрятала слово в этом видео. А, то есть я его не говорю? Да, да, не говори слово. Если что, это слово спрятано во всем этом ролике по буквам. Вы можете смотреть, искать, и как раз-таки мое первое слово, которое я сказала, вы должны его собрать и отправить мне в директ в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно переходите. Вообще, в Инстаграм я очень выкладываю много своей и личной жизни, и семьи, и, там, всех моих съемок. Я живу Инстаграмом, живу вообще социальными сетями, и, собственно, победители получат, во-первых, 50 тысяч рублей на карту, это на первом месте. На втором месте, естественно, расклады, разборы, таронумерологические и просто обычные расклады, да, как бы, которые я делаю для самопознания. И, в принципе, кто не верит в расклады, есть у нас такие суеверные люди, которые просто хотят со мной пообщаться, многие мне писали об этом в директ. Поэтому третье место у нас, ну, тут, как бы, можно, в принципе, не разграничивать, какое первое место, какое второе, какое третье, все это, как бы, первое место. Просто я сама выберу победителей. Третье место, это час со мной, созвон, просто болтушки, я созвонюсь с победителем, и, собственно, все. Также один смайлик еще будет спрятан, давайте усложню. Вот, так что ищите, ссылочки все ниже в описании, на маму тоже ссылочки в описании, на мамин Инстаграм, вот, и, собственно, такие делишки. Поскольку Каринка была таким человеком, ребеночком, который очень сильно много требовал от других, но, видимо, она еще и требовала очень много от себя, потому что она очень быстро развивалась, пыталась ходить уже лежа. Единственное, она не подставляла руки, знаете, как вот все дети ползают сначала, понимают, что такое руки после того, как поползают. И при там падении, когда ребенок начинает учиться ходить, подставляют всегда ручки, и, ну, меньше каких-то там получают травм. Но Карина у нас не ползала. Карина в шесть с половиной месяцев, а, нет, вру, хотела соврать, не буду. В шесть месяцев, все шло, да, все своим чередом, в шесть месяцев она уже сидела, пошла она у нас очень рано, в девять месяцев ты пошла. А во сколько обычно начинают ходить, типа вот в год с чем-то, да? Ну, в среднем, да, плюс-минус год. Вот, ты пошла в девять месяцев, что, в принципе, сказалось на твоем носе? Потому что, поскольку ты не научилась подставлять руки, ты все время падала носом вниз головой, ударялась очень сильно. Очень много травм ты получила именно на свою голову, как говорится. Да, ребят, если что, это были такие дни странные в моей жизни, когда я реально не понимала, как это делать. Типа я в садике бегаю, у меня постоянно разбитые коленки, постоянно, я там, не знаю, помню, на турнике хотела повисеть в садике. Но это когда ты уже помнить стала, да? Да, да, да. Тебе, когда ты ходить началась, это вообще был просто трэш. Все равно, да, ударялась. Помню, диван, носом об диван. Носом, а подоконником, знаешь, был разделитель такой искусственный между залом, такая искусственная стена между залом и коридором, которая была с подоконничком с таким, с деревянным. И возле этого подоконника мы там что-то решили, то ли где-то что-то переделать в плане ремонта, то ли что. И рядом с подоконником у нас лежали какие-то декоративные панели, о которых ты благополучно спотыкаешься. И поскольку руки-то не надо никуда подставлять, ты вот так вот носом об этот подоконник и звезданулась. Ну, естественно, там скорая, все дела, у тебя нос наполнится с тем, что, типа, я родилась ногами, да хоть с чем это может быть связано. Они, типа, руками вот так улезут. Здравствуйте, я не знаю, ну, не знаю, блин, почему это интересно. Инстинкта самосохранения не было, наверное. Не было, да. Но он и сейчас у тебя не особо так сильно разный. Ну да, так у меня есть такой момент. Потому что ты везде, тебе надо везде, тебе вообще наплевать, там, как будет, сложно, не сложно, там, есть риск, не риск. Ты везде просто прёшь. Вообще, на самом деле, психологи говорят о том, что если у человека отключить чувство страха, вот в мозгу есть такой вот маленький, маленькая точечка. Вот если её отключить, то человек будет достигать каких-то там суперсумасшедших высот. А как её отключить? Никак. Идеально. Все бы сейчас ходили отключать. Но мне кажется, у тебя отключен. Да? Да. Не, ну у меня есть, конечно, какие-то свои страхи. Но просто я понимаю, что реально ничего не достичь без вот этого момента, когда в тебе есть вот эта вот как раз напористость и отсутствие желания бояться конкурентов, например. Или думать, что если у меня не получится и так далее. Может быть, есть внутри. Нет, у тебя вот этого нет. Иногда, да, может, проскальзывает иногда, но я в любом случае это делаю, потому что я думаю, что вдруг я пропущу что-то, а вдруг у меня что-то до конца не получится. Ни хера подобного. Все, идем как бы на пролом и все. Но это у меня как раз от вас, как раз с папой. Это больше от папы. У меня такой напористости в принципе нет. Ну как-то ты говорила, я ставила цели постоянно. Ну, я ставила цели, которые я понимала, что это возможно. Ты ставишь периодически еще и невозможные цели. То есть, ну, мне, например, кажется, что это невозможно, но даже иногда невозможные цели все равно возможны для тебя. А какое есть самое счастливое воспоминание обо мне и тебе? Не из детства, просто вот из всей жизни, может быть, есть что-то приятное, может быть, я что-то для тебя делала, что ты запомнила, да? То есть, можно как бы объединить это все. Мои дети, это мое самое счастливое и есть воспоминание. Рождение, да? Все, ну, все этапы, Карин, все ваши этапы становления, взросления, абсолютно все. Но если вот, ну, как бы так говорить, да, то ты такой человек, который хочет все время не только быть самой счастливой, но чтобы все твое окружение было счастливой. Поэтому ты очень любишь делать подарки и преподносить их так еще как-нибудь красиво, оформлено. Ну, это что касается таких вот подарков. Но ты любишь делать такие подарки, которые остаются на долгую память. Это, например, наши какие-то с тобой поездки, которые ты тоже преподносишь в качестве какого-то сюрприза. Ну и давай завершим мою тему, в принципе, тему касаемо... Да, тему обо мне. И перейдем к Полине. Что бы ты больше всего хотела бы для меня вообще по жизни? Может быть, то, что не случилось, или это уже произошло? Очень интересно. Ну, что бы я хотела для тебя? Ну, конечно, как и все мамы, чтобы ты была счастлива, чтобы ты шла по намеченному пути, ставила цели, как ты это умеешь делать, в принципе, к ним идти, достигать любыми просто путями. Путями, вот, ну, я хотела бы, конечно, чтобы ты еще получила образование. Но ты и так, в принципе, занимаешься самообразованием. Ты... Ну, средний у меня есть, подожди, чтобы никто не подумал, что у меня вообще его нет. Нет, это естественно. Средний, все отлично. Даже мы про это не разговариваем. Ну, это, знаешь, это как бы мы, люди с советских времен, как бы всегда было такое, что человек должен получить какую-то специальность, какое-то образование. Да. Вот, сейчас понятное дело, что как бы не всем это нужно, что все занимаются самообразованием, очень многие там заканчивают какие-то определенные курсы, и не одни, и не десять, а постоянно занимаются учебой. Вот, ну, я бы хотела, чтобы у тебя появилась специальность. Да, ну, блогер это больше как бы, как такое главное мое увлечение и стремление. Ну, да, это твое увлечение с самого детства. Ты вот с ним и идешь, но к этому увлечению можно что-то добавлять, добавлять и добавлять. Ну, и давай перейдем к Полине, к твоему второму ребеночку и моей прекрасной родной сестре, которая сейчас уже скоро 16 лет, ну, как скоро, через полгодика, да, получается? Ну, 16 лет это у нас уже считается как бы такое среднее совершеннолетие, я так считаю. Да, я тоже считаю, что это первое совершеннолетие, потом 18 совершеннолетие, и еще потом... Да, и 21 уже считается. 21 это уже по каким-то там американским... Ну, другим, да-да-да, по американским каким-то понятиям. Давай так, как выбирали имя Полине? Очень интересно, может, там были какие-то такие? Слушай, вообще не было никаких размышлений, вот просто Полина и точка. Да? Просто такая, все, Карина, вот Полина. Да? А папа что? Сразу да. Да? Это я придумала Полина, и все, и мы решили, что одна Карина уже у нас есть с буквой Р, а мы поняли, что такое буква Р, знаешь, мы вначале... Ни фига, реально! Мы не изучали, но всегда говорят, когда в имени есть буква Р, это человек... Такой вот, который постоянно куда-то лезет, он усидчивый, он, да, он неугомонный, особенно ребенок. Да. Вот, но это не обязательно, что только люди с буквой Р чего-то добиваются, нет, просто я имею в виду это в плане ребенка, вот когда мы изучали... Да, да, да. Но мы изучали уже после того, как тебя назвали, поэтому второго ребенка мы решили назвать, сразу же мы придумали имя, и все, и было решено. И оно, между прочим, очень сильно ей подходит, скажи. Да, очень. Что тебе подходит твое имя? Мне тоже очень сильно. Да, есть такое, вот прям смотришь на Полину и думаешь, вот она реально Полина. Она полька прям. Да, полька. Полька. Я помню, Аполлинария еще была, но это другое имя. Аполлинария, это ее церковное имя, это ее так зовут, когда ее крестили. Ну, я думаю, не стоит задавать вопрос, с кем было труднее, со мной или с Полиной. Потому что ты сама сейчас на него ответишь. Да, 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 я сейчас на него отвечу, потому что я, в принципе, и так была, да, такой, скажу честно. Не поседай. Да, 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 не поседай в чем-то, и в детстве, если честно сказать, очень любила польку доводить, так скажу. То есть, вот так вот, прям откровенно вам скажу, но не специально. Может быть, это была моя ревность какая-то детская, я неосознанно как-то ее провоцировала. Может быть, я хотела показать, что я там в чем-то выше и так далее. Но через время я смотрю даже на какие-то наши детские видео уже сейчас в таком более осознанном возрасте, уже осознанном, не более, как бы, сто процентов, что мне так обидно, знаешь, типа, такая маленькая, миленькая девочка. А мне представляешь, как маме, как было обидно. Я думаю, ну, Карина, зачем ты, ну, что ты делаешь? Да, да, да. Но она потом научилась отвечать, и тебе потом тоже... Поля, да, уже сейчас такая, я вам скажу, уже умеет. Но Полька, она еще быстрее повзрослела. То есть, ты быстро взрослела, в принципе, а Полька повзрослела еще быстрее, потому что у нее есть взрослая сестра. И вот сейчас, на настоящий момент, Поля осознанно принимает какие-то такие решения, такие, знаешь, которые я в ее возрасте, ну, не могла бы принять. Не буду о них просто рассказывать, да. О будущем. Да. Ну, и не только о будущем. Она, в принципе, и сейчас для себя-то может что-то прям решить и поставить на этом точку. И у нее их очень много вот этих вот всяких решений, и они причем такие осознанные, взрослые, такие, знаешь, она в этом плане прям вообще молодец. То есть, она обдумывает. Если ты шла к чему-то спонтанно, знаешь, у тебя как-то принимались решения, то есть вот секунда, все, у Карины принято решение, а пофиг, какое оно, получится это или не получится, а вот я сейчас буду идти, я знаю, что у меня получится. Вот ты такая. Нет, Поля всегда подумает, взвесит и сделает. Ну, не сделает, она не обидится и не расстроится, знаешь, вот как-то вот она умеет принимать ситуации. В тебе вот этого нет, между прочим, ты не принимаешь, ты идешь дальше. С другой стороны обходишь, с пятой, с левой, с пятой, с левой, с какой угодно, со всех сторон. Да, со всех сторон ты пытаешься обойти, но... Да, правда. Характеры. Поля, действительно, поле. Она такая, ну, нежная девочка. Мягкая, давай так, в каких-то ситуациях. Ты знаешь, нет, наверное... Она может очень хорошо задвинуть, так скажем, она может тебя обидеть, и ты, хоть ты не сильно быстро обижаешься, да, как будто такая, что с тобой можно обо всём, и ты не обидишься, ты примешь, где-то посмотришь на эту ситуацию, там, ну, и пофиг. А вот, а она нет, она умеет где-то и правильно сказать. Ну, и общий вопрос такой, как бы, для тебя и для меня, мне его подкинула подписчица недавно, как мы вообще проводим время с Полиной? Втроём. Да, 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 ну, и втроём, понятно, путешествия, это понятно, да, что мы любим что-то такое, вот, а так, как проводим время? Да, как угодно. Вот именно, как угодно. Ну, мы же родные, как мы проводим? В каких-то мероприятиях, беседах, за какими-то домашними делами у вас там какие-то... Вчера, вот, например, блинчики готовили. Да, на ночь глядя, пришла Карина в гости вечером, говорит, мам, есть что-нибудь поужинать? Я говорю, да, вот есть утка с рисом. Да, утку с рисом я поела. Карина покушала, да, я говорю, а что-то я почему-то про блины сказала. Полина говорит, что-то я блинчики хочу, а ты что-то про блины, а как? Нет, а ты сказала, вот, можно, типа, растереть малину, а я малину принесла. А, вот-вот, да. Да, и Полина говорит, вот, с блинчиками, я хочу блинчики. Вот. Я говорю, ну, десерт вообще было бы прекрасно. Я хотела быстренько удалиться, но не получилось, заставили меня испечь блины на ночь. Да, да. Это уже было девято или десятое часа. Ну, ладно, шикарно. В любом случае, ребят, мы живем через один дом, чтобы вы понимали, мы стали соседями. Да, это вот теперь мне, я прям как мама, я прям не нарадуюсь, что у меня все детки мои под боком, под крылышком. Да, да, да. Вот, и Каринка, если что, приходит к нам, в любой момент может прибежать, приводит свою собачку, которую мы очень любим. Да, да. И оставляет ее у нас. И, ну, как вот мы проводим время? Да как, вообще по-всякому. Карина с Полиной раньше очень много снимали, да? Да, да, да. Вот у вас были такие, вот, прям, чуть ли не каждый день. Да, Болька вела Инстаграм, Болька вела какие-то соцсети. Но вот по мере взросления она для себя вот все-таки сделала такой вывод, приняла решение отказаться от соцсетей. Угу. И все, и не стала вести даже Инстаграм. Хотя у нее сейчас что-то есть, да, в Телеграме канал? Друзей, да, вот даже если подписываются и маленькое количество, окей. И еще есть ТикТок, естественно. Вот ТикТок она вовсю прям любит вести. Но дело в том, что мы отличаемся трендами. То есть уже как бы я выросла, сейчас тоже есть какие-то свои тренды для более подросткового возраста. Вот, а я привыкла, ну, вот как-то вот просто так же продолжать показывать свою жизнь. Раньше я снимала только с Полиной детско-развлекательный контент. Полина уже выросла, ребят, поэтому как бы не до детско-развлекательного контента и мне тоже. Вот, поэтому как бы всему свое время, у всех свои интересы. Время идет, может быть, через время мы придумаем что-нибудь новое и интересное, что будет интересно вам. А пока у нас как бы ТикТок. Я ТикТок тоже редко, но метко веду. Вот, и тоже как бы Ютубчик. Я сейчас потихонечку возвращаюсь. Вот подкаст, дальше я завтра с девчонками снимаю подкаст с двумя подругами. Вот, и будет круто, сто процентов. Так что вот, Полька, я очень рада. Полька пока учится. Полье учится, да, то есть у нее обучение. И ищет себя. Я думаю, что скоро она идет. Найдет. Потому что она к этому вот уже вот-вот я чувствую придет. Ей нужно просто реально закончить это обучение. Я просто чувствовала уже, потому что я себя в блогерстве нашла, ребят. И я поняла уже, что все даже в школе, в девятом классе как-то реагируют на это вот не так. И я уже ушла на домашнее обучение под конец девятого класса. Вот. И я поняла, что я буду блогером. И я буду продолжать, да, вот как бы инфлюенсером быть, вот это развивать. Потом уже, понятное дело, может быть, открою свой бизнес и пойдет, пойдет, пойдет. А Полина, она уже приняла решение, что нет. С Кариной наснималась. Вот, хочу что-нибудь другое. ТикТок для нее это просто такой как бы отдых. Да, и она хорошо двигается, она занимается танцами. Танцами, да. У нее прямо вот очень хорошо получается. Я бы тоже хотела, чтобы она это дело не бросала. И обучала потом тоже. А может быть. Но вот она еще не поняла, что ее ждет в будущем. Какие направления пока еще в поиске. Посмотрим. Ну а теперь давай, мам, поговорим вообще о такой эмоции как счастье. Что в повседневной жизни делает тебя счастливее. Понятно, что семья, это точно. Вот, но есть же еще какие-то моменты, в которых ты действительно чувствуешь, что ты счастлива. Может быть, они относятся к духовной какой-то составляющей. И почему? Очень интересно послушать. Ну, про счастье я уже говорила. Это когда со мной все рядом, мои дети. Это да, семья. Семья в сборе, да. И знаешь, мне даже очень многие говорили, мои родственники, что я, как бы, являюсь центром семьи. Я являюсь тем человеком, который всегда всех собирает. Вот. Счастье в том для меня, когда вы все рядом со мной. Я тогда чувствую какое-то спокойствие душевное. Вы меня понимаете своим присутствием. И вот тогда мне хорошо. Ну, и поговорим, естественно, о жизни. Да, переберемся к этой теме, как мы решили переехать в Москву. Но вообще это же, как бы, повлекло за собой и мое решение переехать в Москву. Я была еще маленькая все-таки, ну, как бы, подросток. 14 лет. Но все-таки мы же сначала планировали переехать не только в Москву, да, пробовали. Другие какие-то рассматривали места. Но остановились на Москве. И почему именно Москва все-таки? Был, опять же, вот я говорю, сложный очень период проживания в городе Челябинске. Да, в плане здоровья для моих детей. Вы от того, что город с большим количеством заводов, с плохой экологией, на вас это очень сильно сказывалось. Вы очень часто болели. И, ну, вот мы, поговорив с папой, начали думать о том, чтобы все-таки, наверное, куда-то двинуть из этого города. Но папа катастрофически вообще не хотел никуда ехать категорически. Да, да, да. Ну, и катастрофически. И катастрофически тоже не хотел. Его очень долго к этому готовила, уговаривала. И в один прекрасный момент мы приехали с ним в Сочи. Мы не были там с момента нашего знакомства. Мы только первые годы с ним после нашего знакомства там отдыхали. И вот много лет просто там не были. И приехали, это уже, получается, после Олимпиады. Город был полностью реконструирован там, и очень много всего изменилось. И мы приехали туда весной, в апреле. И я просто влюбилась в этот город. Особенно, когда мы улетали из Челябинска. У нас еще лежал там грязный снег, который пытался растаять. Да, да, да. Был ужасный воздух, когда особенно к аэропорту подъезжаешь. У нас в Челябинске просто куча предприятий, которые вот возле аэропорта именно. Ты видишь вот это вот все бедственное положение этого города. Потому что ты проезжаешь мимо заводов. И воздух страшный, и все. И вот мы прилетели в Сочи, и там вот это вот солнышко, пальмы. Просто говорю, ну, Вов, это просто рай, давай здесь жить. Он, да что ты, как это вот, как мы сейчас это все будем делать? Это же, я говорю, все будет хорошо. Я его убедила, что это надо делать. Мы покупаем квартиру прямо в центре Сочи, на улице Войково, если нас смотрят из Сочи. Трехкомнатную квартиру, и начинаем там делать ремонт, планируем переезд. Проходит, наверное, полгода у нас завершается ремонт, и папе твоему по работе его пригласили в Москву на какие-то переговоры. И мы приезжаем в Москву, и тоже это был период ближе к лету. Да, да, я помню. И мы приехали туда, и гуляем по улице Бронной, селимся причем там в отель. И опять мое спонтанное вот это вот решение, я говорю, все, я не хочу жить в Сочи, я хочу в Москве. Вот она колесница, блин. Все, я хочу жить в Москве. Вообще. Он, ну, папа твой такой, знаешь, на меня смотрит, недоумленный взглядом таким, и говорит, ну что, мы уже квартиру доделаем в Москве, в Сочи. Да. Зачем, ну, зачем вообще вот эти разговоры? Все, у нас все решено. А папа такой человек, что он как бы к чему-то одному привыкает, его сдвинуть с места очень тяжело. Да. Он принял уже мысль ту, что он сейчас переезжает в Сочи. Я что, путаю? Там уже и ремонт, он же там уже душу вкладывает, как он говорит. Да. Я говорю, нет, смотри, как здесь, как вот это, как вот то, пятое, десятое, давай ему там его закидывать аргументами. И уезжаем мы с этой мыслью. Я опять начинаю его подготавливать тихонечко-тихонечко. И что ты думаешь? Случается так, что его приглашают тут на работу в Москве. И мы принимаем это решение, опять же, быстренько. Квартиру убираем. Да, ну не убираем ещё, прилетаем сюда, покупаем здесь квартиру, потихонечку продаём там ту в Сочи. Ну и вот я понимаю, что это наконец-то тот город, который я всё-таки хотела. И где возможна реализация, да, и люди. И вы, когда приехали в Москву, особенно ты, я помню, ну до сих пор ещё периодически от тебя проскальзывает вот это вот выражение, что мамочка, папа, спасибо вам большое, что мы переехали в Москву. Здесь столько возможностей для реализации. Ну если сравнивать, естественно, да, как бы проживание моё в Челябинске, касаемо там реализации, да, касаемо там каких-то съёмок, коммуникаций с людьми, и в принципе, ну у меня внутри легло это не очень, как бы приятно. Почему? Потому что в школе, да, как бы были вот эти вот непонятные моменты, когда относились к съёмкам, к моим, потому что я блогер. Да, это всё раньше, ну да, как-то не особо принималось, и от твоих сверстников какая-то то ли зависть, то ли что-то было, да? Не то, что зависть, у меня вот так совсем, да, и с подругами, и вообще, в принципе, с ситуациями вот этими всякими в школе, когда и учителя говорили, что ты там домашнее задание не сделала, ролик у тебя вот в это время вышел, когда ты должна была домашнее задание выполнить. Да, вот, и как-то вот легло так, что я переехала в Москву, и я поняла, что ну там реально по реализации, по атмосфере, по первым мероприятиям, я сразу же попадаю в семнадцатом году на мероприятие Video People 2017, и я помню, там я перефоткалась просто со всеми блогерами, причём потом о половине сожалела, потому что я офигела от того, какие там многие бывают реально лицемеры, зажротые, я же тогда была такая, как бы, ну правда, я же была такая открытая, да, как бы, готовая творить, я удивлялась, почему, ну, такие все зазвездились, поняла, вот так вот выражусь, вот, и через время у меня там появилась компания, компания сейчас, конечно, я уже могу сказать, была не очень, но тогда она меня взрастила, тогда она мне помогла реально встать на истинный путь, тогда она мне помогла пройти нужные уроки, вот, и тогда я поняла, что я действительно блогер, мне нравится уже и учиться, и мне нравится жить, и мне нравится зоопарк, около которого мы жили, мы жили на зоологической, рядом с зоопарком, я вот тоже, между прочим, там, знаешь, кто-то говорил, там, а не беспокоят ли вас тут запахи, запахи, да, 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 я говорю, вот абсолютно нет, ты знаешь, бывает, там, несколько раз в год, иногда пованивает, что-то доносит, но я как-то вот к этому так отношусь по-другому, то есть, зависит от того, как ты к этому относишься, для кого-то это воняет, а для кого-то, ну, запах деревни, ну, да, да, тем более, для меня, например, это так было, на ком это жили, на 14-ом? А, ой! На 14-ом мы жили в Челябинске. А, точно! Ничего, нет! Вот, на 6-ом, на зоологической мы жили, и вот... Сейчас у нас уже нормально, 25-й этаж! Сейчас квартира была продана, да, было принято решение нам разделяться, и, как бы, Карина уже с новой квартирой... Состоялась, да, я уже... Вот, провели такой, как бы, моментик у нас был в поиске квартиры, чтобы мы искали, чтобы квартиры были рядом, вот, и у нас получился 25-й этаж, у меня 11-й. У Карины 11-й, да. Вот, и мне, в принципе, и нравится, что мы живем рядом, и то, что не сильно низко, и то, что виды красивые, и то, что Москвы-реки мы находимся. Я вообще всегда была готова жить только до 7-го этажа, знаешь, мы даже когда искали вот квартиру в эту вот последнюю, я всегда папе твоему говорю, что, ну, можно даже не рассматривать высокие этажи, будем жить до 7-го этажа. Я хочу быть близко к земле, видеть там деревья, птичек, слышать и так далее. Но я не хочу. Мы ходили, смотрели там на 32-м этаже, еще на каком-то... На 32-м, да? Да, на 32-м мы смотрели в одном ЖК. Мы купили уже в одном ЖК даже квартиру, не купили, а забронировали ЖК. Да, я помню, помню. В районе Хорошово-Мневники мы выбрали, там тоже река, все очень красиво, мы купили, но дом должен был сдаваться только через полгода. И думаю, ну, вот мы сейчас нам где-то надо жить, а потом делать ремонт, это все так долго и медленно, но место было шикарное, мы заплатили. Вот, но когда мы искали квартиру тебе, мы приехали в тот дом, в котором мы сейчас живем, и смотрели для тебя там квартиру. И нам сказали, что вот на втором этаже, посмотрите, для тебя эта квартира была неподходящим вариантом. Она говорит, ну, давайте я вам покажу еще на 25-м этаже 100 квадратов. Я говорю, да нет, нам, Карине, не надо на 25-м этаже 100 квадратов, не пойдем смотреть. Она говорит, просто посмотрите. Я говорю, ну, пойдемте. Мы посмотрели вот на 25-м этаже, и я говорю, все, я хочу вот эту квартиру. Представляешь, как у нас все по судьбе, по жизни идет. Я сказала, я хочу. У меня вот папа твой всегда и говорит, все твои хотелки я вот только успеваю выполнять. Вот, и мы тут же, знаешь, бронируем эту квартиру, там отменяем, быстренько сделка, и все, и начинается вот у нас процесс. Но тебе тут же нашли, да? Ну, и мне сразу же, ребят, чтобы вы понимали по квартире, я тоже уже посмотрела перед этим много вариантов. Когда мы выбирали, мне же родители тоже помогли, мы выходили, постоянно смотрели, выбирали подходящие варианты. Но, блин, не было подходящего. Папа же тоже, когда смотрел свою квартиру, он же еще выбирал и мне, да, как бы, может быть, и мне подойдет. Ну, и так вышло, что через один дом, буквально там 30 секунд идти, хорошо, минутку максимум, это если с Монькой, с собакой мы прогуливаться, находится моя квартира, и как бы это вот прям, я считаю, самый идеальный вариант, который получился, и район, вот как раз-таки он только сейчас продолжает застраиваться, и мне кажется, что это будут вообще вторые патрики, на самом-то деле. Ну да, у нас там очень много ресторанов, река, мост, все очень прям красивенько, и виды, виды с наших высоких этажей открываются просто на весь город. Хорошо, а есть ли еще места, в которых ты бы хотела вот прям побывать, или жить, или, может быть, в будущем купить какую-то квартиру, или вот те места, которые ты реально вот прям вот... Ты знаешь, у нас вот как бы с папой все поэтапно идет, то есть мы, у нас не было такого, чтобы мы в одной квартире жили больше шести лет. Вот, поэтому, наверное, так и сложится. Вот здесь у нас будет сколько-то лет, да, ну там, шесть, пять-шесть. Не будем планировать какой-то... Может быть, тот район, где мы все-таки бронировали, может, мы заверли. Но Москва все-таки. Ну да, нет, я в другой город не поеду. Москва, это мой город. А в Сочи? Хотела бы, может, домик в горах? Нет? Нет, в Сочи я буду ездить в гостиницу, где у меня все заплачено. И все полностью, ну, сервисы, все дела. Ну да, да, это удобно. Чтобы, знаешь, квартиру иметь, нужно... Не знаю, зачем это, стоит ли. Ну да, да. Нет. Хорошо, давай немножечко поговорим просто о трудностях в жизни. Они бывают у всех, это понятно. Ну, естественно, конечно. Очень много людей нас смотрят, которые очень хотят тоже стать сильнее, тоже хотят как бы ставить цели, идти к ним на пролом. Так же, как и я в детстве, так же, как и ты, и тоже в детстве, и вот в этом возрасте на данном моменте. Был ли у тебя какой-то переломный момент в жизни, не считая, да, отца, который ты можешь вспомнить и, может быть, дать какой-то совет публике, который сейчас смотрит это интервью и вообще К-подкаст. Карин, ну, трудности все, мне кажется, переживают, все с ними сталкиваются, и мне кажется, я в этом плане счастливая, что, ну, у меня таких вот трудностей, которые прям я бы запомнила, и это было бы для меня что-то страшное или трагическое. Боже упаси, вот слава богу, что это все обошло стороной меня. Нет, этого не было. Все хорошо, идет, знаешь, все, ну, естественно, не без там каких-то проволочек, естественно, бывают там и взлеты, и падения, и там, как говорится, и черная полоса, и белая полоса, но... То есть, прошлые опыты какие-то ты не хочешь, да, даже о них вспоминать? Это для тебя этап. Мне кажется, это все зависит от человека, то есть, вот, если человек целеустремлен, спокоен, психологически здоров, то, ну, в принципе, и в жизни будет у него все спокойно и ровно. Ну, бывают, я тебе еще раз говорю, какие-то трудности, ну, какие трудности? Финансовые. Ну, где-то ты там заболел, вылечился, но что-то там, нет, Слава, вот просто, не знаю, не надо было спрашивать. И так, мы и так говорили, что ты, в принципе, с семьей, и ты считаешь себя счастливой. Вот, это прекрасно. Так, теперь пройдемся по последнему, наверное, парочке вопросов, которые очень хотят услышать, ну, аудитория моя в целом, да, и как бы хотелось бы и мне тоже получить ответ. Ты же говоришь, да, что там, ты бы хотела мне мужчину, да, поскорее уже там уже, чтобы у меня произошла реализация в этом всем, и папа тоже об этом говорит. Давай просто поймем, какого. Вот как ты думаешь, какой мужчина должен быть рядом со мной? Карин, опять же, хотеть тебе мужчину я не могу. Я просто хотела бы, чтобы у тебя все твои задумки, а я знаю, что у тебя есть в планах, ты человек такой, что ты уже давно себе наметила и детишек там, и себе вырисовала своего будущего мужа, и уже даже мне озвучивала имена своих детей. Поэтому я не то, что хочу тебе мужчину, я просто хочу, чтобы, наверное, случилось то, что хочешь ты. Да, да. Вот, чтобы вот это твое желание там какое-то, то, что ты любишь детей, что ты хочешь, и сама уже даже говоришь о том, что, мам, все, я уже потренировалась, даже вот собачку себе завела, все, я теперь хорошая мама. Да, да, да. Ну, мне просто очень хочется увидеть, какая ты мама, какая ты жена. Очень надеюсь на то, что у тебя это получится, ты будешь такой же мамой, как я считаю себя хорошей мамой, и хорошей женой. Вот, я думаю, что у тебя это будет точно так же. Вот, а каким бы я хотела видеть твоего будущего мужа, наверное, я не хотела бы, чтобы он был медийным. Вот, честно тебе скажу, ты почему-то засматриваешься на мужчин, которые такие вот яркие, которых ты видишь очень часто, которые... Тебя вот что-то в этом привлекает, что они медийные. Я не хочу для тебя такого мужчины. Я хочу, чтобы он был, может быть, в какой-то сфере медицины. Может быть, у него какой-то будет... Спорт. Либо спорт, либо какой-то свой бизнес. Ну, чтобы это не был певец. Ну, и артистов все. Давайте закроем вопрос. Да, или какой-то артист. Не хочется, честно говоря. Я хочу, чтобы ты была счастливым человеком, а не человеком, который там будет переживать, а где мой сейчас супруга, не вешаются ли там на него какие-то фанаты, ну, и все в этом духе, знаешь. Просто, чтобы было все ровненько и хорошо, и спокойненько. Ну, и давай так, последнее, да, то есть аудитория тоже захотела бы, чтобы ты дала мне какое-то наставление в плане общего, да, как бы в плане жизни, в плане всего. Может быть, ты что-то хотела мне давно сказать, да, и не говорила об этом. И отношение твое, в принципе, к тому, как там я проходила свои этапы, да. То есть многие знают, подписчики, что у меня там были какие-то моменты там с алкоголем, татуировки, таро, да, то есть вот эти темы. Твое отношение к этому, и, может быть, из этого последует какое-то наставление под завершение. Вот по поводу, да, татуировок, я до сих пор еще, как бы, это не приняла до конца, и, ну, не приму, честно говоря. Теперь от них уже не избавиться. Вот, к этому я сразу признаюсь, что отношусь очень плохо. Я не люблю татуировки. На мне нет ни одной точки. Но хотела же ты когда-то. Ну, не то, что хотела. Мы просто с тобой думали, что, может быть, там что-то где-то нужно... Сделаем. Да, какую-то парную, не парную, но меня остановил, слава богу, твой папа, и слава богу. Иначе это надо мне, не хочу. Вот, но я хочу просто, чтобы ты не продолжала. Можешь мне пообещать? Да, пожалуйста, при всех пообещать, что ты больше не будешь делать себе татуировки. Можно попросить? Я не знаю, мам, как пойдет? Куда пойдет? Не знаю. Ну, по-разному же может быть. А как ты думаешь, почему я их делала? Вот мне тоже интересно твое мнение насчет этого. Потому что вот такая, видимо, у тебя психика, что тебе нужно вечно что-то вот всего и много. Ты не можешь остановиться на какой-нибудь одной татуировке. Из крайности в крайности. Да, у тебя вот, ты именно вот так вот, почему ты живешь, действительно, из крайности в крайности. Если чего-то тебе нужно, то надо тебе сразу много. Всего. Во всем так было всегда. Если покушать, то много. Если не кушать, то вообще не кушать. Если татуировки, то вот на все тело сразу буду бить. И вот как бы баланс. Да. Это и есть. Прикинь. Нужен баланс. Вот и есть. И вот я тебе и желаю. Хорошо. Чтобы в твоей жизни, наконец-то, может быть, это в каком-то психологическом плане, появился баланс. Чтобы ты нашла свое предназначение, наконец-то, а то ты постоянно вот мечешься. Ты, наконец-таки, стала немножечко поспокойнее, потому что все равно ты куда-то все время бежишь. Вот просто бежишь. Вот знаешь, вот с тобой даже вот вроде, ну, мы приехали с семьей куда-то там отдыхать. Тебе все равно ты что-то вот на каких-то иголках сидишь. Тебе надо вот что-то срочно совершить, что-то сделать. Не знаю, может, это я просто, потому что через все уже спокойно. Ты очень, да. Но хочется, знаешь, увидеть в тебе там, например, польку. Потому что у нее все как-то, знаешь, стабильно. Все спокойно. Ну, у всех разные этапы. И сейчас, я думаю, что ты уже увидела во мне польку. Ну, ты взрослеешь, на данном этапе, да. у тебя более-менее в последнее время все лучше и лучше. Ты как-то превращаешься прямо в такую взрослую девушку, которая более-менее в балансе существует. Но все равно это еще не до конца. Вот. Очень хочется, чтобы ты. Да, такое и есть. Но ты уже давно не делаешь татуировки, слава богу. И мне не хочется, если честно. Вот. Поэтому... Но ты не пообещала. Ну, я боюсь что-то обещать. Мам, обещать, это называется соврать потом опять, как-то, не знаю, предать свои же какие-то слова. Я больше никому не клянусь ничем, никому ничего не обещаю, потому что жизнь, она такая неплановая, внезапная штука. но, естественно, я уже не хочу как-то дальше там ноги забивать, что-то еще. Руки у меня уже, мне нравятся мои руки. Как бы, я создала свой стиль. Мне мой стиль... Да, мне мой стиль нравится, он уже есть, да. И я согласна, что на данном этапе и в этом году, и в следующем точно нужно остановиться. Вот. А потом уже мы посмотрим. Потом уже, может быть, появятся просто переводные татуировочки. Вот. Вот и все. В общем, мам, я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты пришла на этот подкаст, за то, что ты ответила на такие вопросы. Мне было очень приятно вообще послушать и о твоей жизни, и очень многие моменты я реально для себя подчеркнула. И ты прекрасная, мам, я тебя очень люблю. Спасибо тебе. Спасибо, моя дорогая. Вот. Это было прекрасно. Я была очень рада присутствовать на этом интервью, рассказать тебе, твоим подписчикам о нашей жизни, о моей. Вот. Буду рада, если еще раз пригласишь, у меня еще очень много интересного. сто процентов, ребятки. Так что, если вы хотите вторую часть, то обязательно переходите, собственно, в мой инстаграм, пишите об этом, пишите здесь в комментариях. Ну, а мы, дорогие, хотим сказать вам большое спасибо за то, что вы досмотрели этот подкаст до самого конца. Пишите, пожалуйста, какой момент, какой ответ на вопрос мой мамин вам понравился больше всего. Мы реально были очень рады снять для вас это видео, да и в первую очередь поговорить друг с другом тоже, да, и чтобы вы прочувствовали нашу вот эту атмосферу. Ну, и если же вы хотите еще вторую часть подкаста с мамой, то давайте наберем под этим видео побольше лайков, не буду говорить точное количество, но просто поставь лайк и напиши ниже в комментариях об этом. Ну, и с вами была Анна Аракелян и Карина Аракелян. Спасибо. Всем пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok